Творец 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 Но особенно мы чтим все-таки, воспоминается память пророка Даниила и трех отруков, которые, когда царь их приказал сжечь, развели очень большой костер и хотели их сжечь. Но они посреди пламени стояли и воспевали петь Богу, прообразуя собой Богородицу и Рождество Иисуса Христа. То есть как бы Троица, три отрока, мы видим Святую Троицу, и они после этого чуда вышли неопалимые. То есть так, как Господь, родившись, не сделал никакого вреда Пресвятой Богородице. Также и другие праведники, пророк Исаия, который предвозвещал, что Иисус Христос родится именно от Девы. Не так, как думали от женщины, но он все-таки писал, что от Девы родится Сын Божий. Также мы видим много иных праведников, которые и возвещают нам. Много пророков писали, некоторые возвещали нам, что все-таки будет Господь в то время. Некоторые в это время, но все они писали, что Господь будет, и веровали в Него. И также Господь говорит, что праотец Авраам очень бы хотел видеть и слышать это время, которое я пришел. Но так как он был уже давно, то радость это только вам. То есть, как он говорил, апостолам. То есть, святые праотцы, пророки, они писали о том, что будет, придет в эту жизнь Спаситель. Они ждали Его, несмотря на то, что прошло уже много-много-много лет, и они не увидели телесными очами Спасителя, но в сердце они знали, что Спаситель придет. И эту память они передавали из поколения в поколение, да? Да, то есть, они именно своей верой в то, что придет Господь Иисус Христос, стали именно праведниками. То есть, мы веруем в то, что Господь пришел, именно Господь Иисус Христос, Избавитель мира. Они верили, что Он придет, Избавитель от древнего греха, от греха первородного, что избавит нас от всего. Отец Адим, конечно, мы не будем тягаться с древними пророками, кому было легче, нам или им, им, которые ожидали, и нам, которые встречаем, но, тем не менее, связь поколений, ведь она сохраняется. И если говорить светским языком, что было, то уплыло, что было, то прошло, то в Святой Православной Церкви ведь не так, ведь сохраняется эта преемственность, эта связь, которая и дает силу жить и даже с уверенностью смотреть и в завтрашний день. Конечно, святые пророки, и сейчас Святая Православная Церковь в богослужении употребляет некоторые книги, некоторые прородства, которые возвещают, что тот же пророк Даниил писал, что будет и второе пришествие, Сына Божий, страшный суд, что мы это все ощутим. Он не писал, когда, не писал, потому что это и ангелы, и Господь писал, что и сам не знает об этом, только Отец Небесный. Вот если вспомнить пророка Даниила, о котором Вы упомянули не один раз, ведь он тоже своей жизнью являл чудеса и милость Божья, и помощь, особенно когда он был брошен в ров ко львам, и он должен был по всем физическим законам быть съеденным, но он не был съеден. То есть Господь спас его от хищников, от неминуемой смерти. Для чего? Для чего-то же он спасал? Да, как мы видим, и по пришествию Господа, когда бросали мучеников к зверям, которые кротко стояли, как ангцы, но звери их не трогали. То есть почему? Потому что Господь показывает всю нашу любовь, всю свою любовь, и показывает, как и мы должны любить. То есть если Господь показывает, что звери даже не могут и огонь опалить, то что нам страшно перед тем, если мы упываем на Бог? Угодить Богу, Отец Вадим, что это значит? Как угодить Богу? Вообще такое само по себе слово «угодить». Много лет слово «угодить» было каким-то нарицателем. «Ой, что ты угождаешь?» Оказывается, нет, наоборот, это слово имеет глубокий смысл и своими корнями оно уходит в древнюю-древнюю старину. Вот именно что этот смысл, как ему не предвластно человечеству. То есть мы человеку не должны угождать. Угождать нужно только Богу, потому что Он наш Создатель. Мы Ему должны благодарны быть каждым воздыханием, каждым своим взглядом, каждым дыханием. Мы должны уповать на Него. И то, как Он о нас и сейчас, не только как Он создал и нас бросил, но Он в каждую минуту, каждый, и без Его повеления, и волос нашей головы не может упасть. То есть мы должны Его за всё благодарить, за всё угождать своим житиям Ему, богобоязненным, что Господь всегда над нами, надо на это всё уповать. Идя и шествия по этой жизни, и из Ветхого Завета мы потихонечку переходим в Новый Завет. Мы готовимся к Рождеству Христову. И, конечно, это неделя святых праотцов, а вот уже на следующей неделе мы будем встречать и Спиридона Тримефунского, и Анна Кронштадтского, и Серафима Саровского, и Илья Муромцу. То есть это уже не ветхозаветные праведники, а это новозаветные праведники. Но между Ветхим Заветом и Новым Заветом, конечно, сохраняется незримая связь. Конечно, связь есть, естественно, во всём. И связь — это есть Бог, который нас показывает, что это не то, что Он отменил Ветхий Завет, Он просто его дополнил Новым Заветом. То есть Он дал нам ещё больше понимать и утруждаться в том, что мы, может, чего-то не понимали, потому что Ветхий Завет более грубый, более такой нечувственный. А Новый Завет более важен тем, что нас подвигает к тому более тонкому, чувственному, к Богу. Только в заповеди Господь их не отвергает, Он не сказал ни в коем случае, что я их отвергаю или их не надо выполнять. Он сказал, я только дополняю их, то есть это тоже важно, что Он сказал. Отец Вадим, будьте добры, Новый Завет — это Завет Любви. Если Ветхий Завет исполнен каких-то событий, о которых даже сложно себе помыслить, то Новый Завет — это Завет Любви, это Завет Любви Господней, которая обнимает весь мир. И вот эта Любовь, она должна проникать в каждое сердце, но не всегда проникает. Как Вы полагаете, почему Господь стучится в каждое сердце, но не каждое сердце готово открыться навстречу Богу? Потому что у каждого свои, как говорится в притче, что у каждого свои есть попечения. То есть кто-то волов купил, ушел на село, не могу прийти на пир. Кто-то жену поят, то есть взял жену, женился и не может тоже прийти на пир. Кто-то еще по каким-то другим причинам. Но это только, можно как сказать, словом отговорки. Наше сердце, наша душа, она более стремится к Богу, стремится. Но мы ее по своим, вот именно лености, грубости, мы ее заглушаем. То есть голос Божий, совесть наша, мы ее заглушаем, приглушаем в своем эго, я. И когда Господь стучит, а там оно не может открыться, потому что оно настолько зачерствело, что его надо уже размягчать со временем. Господь каждого призывает по-своему. Кому-то можно только что-то, какие-то моменты, и он уже понимает, что без Бога не может, ему надо идти в церковь, бежать просто. А кому-то надо чудеса каждый день, и он все равно будет оставаться дома, у телевизора лучше, чем приходить в церковь. И вот в эту подготовительную неделю перед Рождеством, отец Вадим, будьте добры, что вы можете, с каким словом вы можете обратиться к нашим телезрителям? Ну, я хотел бы сказать, во первую очередь, что не надо думать только о себе. Надо, взирая на праведников ветхозаветных, взирая на новозаветных мучеников, тоже праведников, преподобных, надо, взирая на их житие, думая о Боге, идти светло в тот праздник, который предоставляет нас Святая Церковь, Рождество Христово, в обновлении этой любви. Рождество Христово